МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика, в студии Ольга Пырочкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наркотикам нет. В Доме правительства обсудили вопросы профилактики наркомании. Картофель жареный, вареный, фри. Победитель Всемирной Олимпиады рабочих профессий поделился секретом успеха. Они знают, как нужно лечить. Центральная городская больница Чебоксар исполнилась 55 лет. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев встретился с руководителем предприятия «Лента» Розой Ивановой. Разговор зашел о перспективах завода и новых проектах. На предприятии «Лента» сейчас разрабатывают новые модификации ремней. К ним уже присматриваются автогиганты. Ведутся переговоры по поставке продукции из Чебоксар на заводы «Газ» и «УАЗ». Планируют на предприятиях освоить новые площадки. Не исключено, что для производства ремней будут задействованы и простаивающие корпуса в Новочебоксарске. В ближайшие годы «Лента» может войти в клуб миллиардников. Объемы продаж у фабрики растут с каждым годом. Ориентируются предприятия сейчас и на оборонную отрасль. Для нужды армии здесь разрабатывают и новые виды лент. Недавно начали выпуск камуфляжной модели из высокопрочного материала. Хотелось бы быть первыми в этой теме и участвовать в создании новых видов амуниции, одежды для наших солдат. Оборудование многофункциональное. Оно позволяет производить ленты полиэфирные, производить цифровую печать на лентах ХБ. Готовность российских школ к новому учебному году. Председатель правительства России Дмитрий Медведев обсудил с руководителями регионов в режиме видеоконференции. До дня знаний остается полторы недели и большинство российских школ к нему готовы. Есть оборудование, инвентарь, школьные автобусы, обеспечен доступ к интернету. В некоторых школах созданы условия для инклюзивного обучения, закуплены учебники, отметил глава российского правительства. Только вот самих школ в стране не хватает. Сейчас четвертая часть общеобразовательных учреждений работает в две и даже три смены. Если ничего не предпринять, с каждым годом ситуация будет только усугубляться. Сейчас в детские сады государственные и в частные ходят почти 7 миллионов детей. Надо понимать, что скоро они пойдут в школу. Уже в этом году первоклассников на 145 тысяч человек больше, чем в прошлом, что, конечно, нас не может не радовать, но мы должны подготовить им нормальные условия для образования, современное и качественное обучение. Премьер заявил, разработан проект программы по строительству и реконструкции школ, который рассчитан на период до 2025 года. Потратить на это планируется порядка трех триллионов рублей. В результате в общеобразовательных учреждениях должно появиться 6,5 миллионов новых мест. Что касается существующих, в стране школы массово строили в 60-70-х годах. Сейчас они серьезно изношены. Во многих школах Чувашия в этом году силы бросили на ремонт спортзалов, организацию доступной среды. За летние месяцы закончить работы успели не все. У нас в республике всего 480 средних, общеобразовательных и основных начальных школ, и 404 детских дошкольных учреждения. Большая их часть уже принята, готова к приему детей. Еще не принято 10 школ. Особенно это актуально для Батаревского района. Батаревского района 4 школы не принято. Еще по одной школе и Бересинском районе, и Урмарском районе. Основная причина не принятия этих школ – это не завершение ремонтных работ. У тех, кто отстал, есть еще несколько дней. Завершить работы они должны до 25 августа. В Чувашской республике продолжается ежегодная оперативно-профилактическая операция МАК-2015, в ходе которой выявляются и уничтожаются посевы МАК и конопли. Большое внимание уделяется предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. На днях в рамках операции были задержаны трое мужчин, которые провозили в своей машине сумку с МАКом общей массы более 600 граммов. Перевозчикам грозит от трех лет лишение свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей. Профилактику наркомании необходимо проводить со школьной скамьи. По данным госнаркоконтроля, количество подростков, поставленных на учет, а также привлеченных к уголовной ответственности, увеличилось. Вопрос о борьбе с наркоманией среди подрастающего поколения сегодня обсудили на заседании Антинаркотической комиссии Почувашской Республики. Комплекс мер, позволяющих обеспечить систему воспитания образовательных организаций и вне образовательных организаций, является основной ключевой задачей всех органов управления образованием образовательных организаций в том числе. И она, прежде всего, ориентирована на формирование здорового образа жизни. Это и занятие спортом, это и охват дошкольным, дополнительным образованием, школьным образованием. Тестирование, медосмотр, диспансеризация – мероприятия, которые помогают выявить причастность молодых людей к наркотикам. Но бороться с болезнью века можно только объединив усилия. Профилактика, выявление преступлений, помощь зависимым и их реабилитация – практические шаги, которые помогут снизить остроту проблемы. Алгоритм действий есть, эффективное взаимодействие есть со стороны правоохранительных органов, с органами власти, с органами местного самоуправления и должны получить соответствующий результат. Мы обязаны с этим бороться. Зло не должно распространяться. В Управлении госнаркоконтроля по Чувашии работает телефон доверия, куда можно сообщить о всех известных фактах незаконного производства и сбыта наркотических и психотропных средств. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня же временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев встретился с заместителем руководителя аппарата Государственного антинаркотического комитета, полковником полиции Борисом Жгучевым. Руководитель республики отметил актуальность темы борьбы с потреблением наркотических и психотропных веществ молодежью. Борис Жгучев дал высокую оценку работе госнаркоконтроля региона, подчеркнув, что Чувашия имеет хорошие показатели по сравнению с другими регионами ПФО. Чувашская республика вымется по уровню и по уровню наркотизации, по качеству работы и исполнению полицейских функций органами правопорядка. Активно проводится профилактическая деятельность. Видимо, это, в свою очередь, повлияло на то, что республика имеет такие неплохие показатели. Михаил Игнатьев проинформировал, что действительно молодежь в Чувашии регулярно занимается физической культурой и спортом, активно привлекается к общественно полезному труду, и эта работа будет продолжена. Высокоскоростная магистраль Москва-Казань будет проложена севернее первоначального плана. Такое решение было принято неделю назад. Теперь проектировщики обсуждают, где лучше всего разместить станцию Чебоксары. Мнения специалистов разделились. Варианты размещения новой станции рассматривались с учетом ее доступности. За счет существующей дорожной сети, рельефа местности и экономической целесообразности. По мнению инженеров Томского института транспортного строительства, самым оптимальным решением станет место в районе существующей железной дороги близ деревни Малые Каснары. Почему выбрали именно этот вариант? Он идет рядом с существующей железной дорогой. Это нам позволяет непосредственно внедриться в уже существующую железнодорожную транспортную инфраструктуру. Санкт-Петербургский институт урбанистики настаивал на строительстве станции около деревни Шинерпоси. В этом узле развитая федеральная сеть автодорог. Есть выход на Чебоксары, Новочебоксарск, а также трассу Вятка. А это очень удобно как для отъезжающих, так и для приезжающих в Чувашию людей. Когда мы посмотрели трассу приближенной, посмотрели уже на грабостроительную документацию. Вот эта трасса, ну, участок, наверное, не такой уж простой. Я покажу потом красную у нас трассу. Значит, вот это наша новая синяя трасса, которая проходит вдоль Бятки. У нас практически по генеральному плану намечено перспективное развитие Шинерпоси. Практически, как бы, наверное, его-то направление закрываем. Самые кратчайшие потоки, самая кратчайшая доставка пассажиров, где-то примерно в районе, если разместить эту станцию, в районе Малая Князь Тинякова. То есть это вот примерно то же самое, что говорили институт урбанистики и Томский пространство. Чем хороша это размещение этой станции, функциональные, опять же, такие критерии, тем, что, значит, совмещаются грузопассажирские перевозки, значит, скоростные и низкоскоростные, с доставкой пассажиров на вокзал Чебоксары. И подключается основной транспортный узел, то есть Волга-Вятка направление, которое дает возможность, кроме того, еще одним из критериев, прямой выход на Новочебоксарск, новый город и даже на левобережную часть. Чуваш-граждан-проект провел расчеты строительства объездной дороги в двух вариантах. Первый, если станция Чебоксары расположится близ деревни Янгильзина. Учитывая ряд работ, которые необходимы для доставки пассажиров на расстоянии 11 километров, а это строительство двух мостов и четырехполосной автодороги, стоимость проекта составит 14,5 миллиардов рублей. В случае, если станцию разместить у деревни Шинерпосе, то аналогичный расчет с подъездом на станцию и реконструкцией двухуровневой развязки Вятка М7 показывает результат в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Разница почти в 9 миллиардов рублей дает огромный перевес в пользу второго варианта. И хотя окончательное решение еще не принято, в РЖД его ждут в ближайшее время. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Они стоят на страже здоровья жителей Чувашии вот уже 55 лет. Одно из крупнейших медицинских учреждений Республики, Центральная городская больница, отмечает свой юбилей. Не навреди, об этой важнейшей заповеди знают все сотрудники Центральной горбольницы. И вот уже более полувека ей следуют. Изначально медицинское учреждение обслуживало чебоксарских строителей. Со временем поликлиника стала медсанчастью и принимала как рабочих, так и горожан. И вот сейчас она превратилась в многопрофильный медицинский комплекс, в котором получить помощь могут более 70 тысяч человек. Основной упор сегодня в здравоохранении – это работа на профилактику. Мы создали паспорт здоровья, который сегодня получает каждая семья на нашем участке. Мы сегодня работаем над тем, чтобы наши пациенты больше уделяли внимание здоровому образу жизни. Врачи – те люди, которые стоят между человеком и болезнью. Те, которые оказывают помощь практически круглосуточно, не жалея себя и своих сил. Самые преданные своему делу специалисты были удостоены подчетных грамот и дипломов. Екатерина Григорьева работает в сфере здравоохранения более 26 лет. И сегодня она получила почетное звание «Заслуженный врач Чувашской республики». Я очень рада, я очень благодарна своей профессии. Всегда мы чувствуем поддержку нашего руководства, поддержку своих пациентов, даже любовь пациентов. Это очень дает многое в жизни и в работе врача. Совсем скоро работать и лечиться станет удобнее. Отделение дневного стационара получит новый дом. На этом останавливаться не собираются. В планах масштабная реконструкция поликлиники и этого события ждут с нетерпением. Благодаря интенсивному жилищному строительству в центральной части города, количество приписанных к больнице людей постоянно растет. И ее пропускную способность необходимо увеличить. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. А в субботу в семи больницах Чебоксара и Новочебоксарска пройдут Дни открытых дверей. В Республиканской детской клинической больнице будут консультировать гастроэнтеролог, гематолог, кардиолог, невролог. Специалистам можно записаться через электронную регистратуру. В поликлинике республиканского онкодиспансера можно получить консультации по проблемам кожи и молочной железы. Столицы Дни открытых дверей пройдут и в городском клиническом центре, где будут принимать специалисты и врачи общей практики. Также можно пройти ряд исследований. А также в Республиканской стоматологической поликлинике. В Новочебоксарске желающих проверить свое здоровье ждут в поликлинике номер один городской больницы, детской поликлинике медицинского центра, а также в психиатрическом диспансере. Тем, кто планирует обратиться за консультацией к врачам, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Мирным жителям Юго-Восток Украины регулярно доставляют гуманитарную помощь из России. Чебоксарцы также не остаются в стороне. С конца июля за полмесяца собрали 8 тонн товаров первой необходимости, а сегодня их отправили в Ростов. Еще с прошлого года вся Россия активно помогает мирным жителям Юго-Востока Украины. Беженцы, прибывшие в Чувашию, получают своевременную поддержку и всю необходимую помощь. По всей стране собирают гуманитарную помощь. Более 5000 неравнодушных чебоксарцев приняли участие в акции. С утра до вечера работало 26 палаток – мука, сахар, крупы, медикаменты, средства личной гигиены, одежда и детские игрушки. Работники склада сортировали товары по 10-12 часов в сутки. Чтобы детей подготовили в школу, концтовары, учебники. И вот такая очень серьезная, я думаю, что очень важная акция была проведена в городе Чебоксара. Кроме обычных жителей, в акции помощи приняли участие предприятия и организации. Большую роль сыграли волонтеры, а их было более 50 человек. Ребята работали с душой, то есть по зову души, желая помочь жителям Донбасса. Каждый из них понимал, что он приносит свой вклад в помощи Донбасса. В целом, со слов ребят, мы и сами видели, как горожане с душой, они с пониманием и с сопереживанием приносили гуманитарную помощь. В понедельник фургон доедет в Ростовскую область и присоединится к Всероссийской гуманитарной колонии. Далее, после проверки, все товары доставят жителям Донбасса. Анастасия Алангина, Олег Хикимов, Республика. В этом году впервые Росреестр в Чувашии приступил к проверкам земельных участков без участия собственников. Называется такая процедура административное обследование. Скрыть самовольное занятие земель становится сложнее. На помощь инспекторам Росреестра пришли новые технологии. Электронные карты, спутниковые снимки, современные картографические материалы. Сравнивая материалы из разных источников с данными кадастры недвижимости, факты нарушения выявить стало намного проще. Мы предположительно выявляем признаки земельных нарушений. И потом уже мы вправе либо провести внеплановую проверку, либо включить этот земельный участок в план проверок на следующий год. Либо, если достаточные данные, доказательства, то можем сразу вызвать лицо землепользователя на протокол. Как отмечают в управлении Росреестра, в Почувашии процедура оказалась эффективна. Проверку прошли более 200 участков по всему городу, в частности по улице Богдана Хмельницкого и в коттеджном поселке Дубки. В большинстве случаев удалось выявить грубые нарушения законодательства. Мы составляем протокол и если действительно доказывается нарушение, то привлекаем к административной ответственности. И, как мы не раз уже говорили, штраф за самовольное занятие минимальный 5000 рублей, а для юридических лиц 100 тысяч рублей. Административное обследование ускоряет процесс проверки. Раньше, чтобы выявить факт нарушения, приходилось измерять каждый участок. Теперь, благодаря космическим снимкам, появилась возможность обследовать целые массивы. Коттеджные поселки, гаражные кооперативы, частные земли. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Верители со всего мира собрались на стадионе Сан-Паулу, чтобы поприветствовать лучших представителей рабочих профессий среди молодежи из 70 стран мира. Россию на соревнованиях представляли 32 участника из 13 регионов, а Чувашия на конкурсе предстала в лице Александра Ганяшвили. Ну, начинал я все здесь, у себя, в Чебоксарах, все это время, когда я готовился. Но последние три месяца я готовился в Питере каждый день. У меня было выходных вообще. Я каждый день прорабатывал, в первое время я просто прорабатывал чисто, может, закуски в один день, пока я не добивался, чего я хотел. А потом уже переходил на другие блюда, модули. У меня были модули, которые я некоторые уже знал. 14 место в общекомандном зачете заняла сборная России не без помощи Александра. В нашей команде повар Чувашии стал лучшим, набрав больше всех баллов 513. За что и был награжден золотой медалью, единственной сборной. Приз мирового турнира WorldSkills, Сан-Паулу, медаль за профессионализм. Также оказалось в копилке чувашского повара. Такой награду достоины еще 5 членов сборной России. Мне это нравится, я всегда к этому шел, быть всегда первым. Сейчас предлагаю быть экспертом, чтобы я свой город представлял. У нас же еще WorldSkills в Казани теперь выиграли, в 2019-м будет. И меня зовут быть экспертом там. Я вот думаю, здесь и станция готовит своих, чтобы продвигать членов. Зачем поварам пятерка по химии? И какие фокусы молекулярной кухни теперь доступны каждому из нас? Практическое руководство для тех, кто любит химичить у плиты в формате мастер-класса, продемонстрировал призер чемпионата WorldSkills Russia 2015. Останавливаться на достигнутом Александр не собирается. В планах покорения Европы уже в следующем году. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Завтра в Чебоксарах начинает работу ежегодная ярмарка «Дары осени». Она продлится до 18 октября. Как показала практика, такая форма пользуется большим спросом и население в сезон заготовок. На ярмарке «Дары осени» можно будет недорого приобрести продукцию от фермеров и других сельских организаций. В столице республики сельхозярмарка будет проходить в торговых комплексах и на рынках. Места для продажи сельхозтоваропроизводителям предоставят бесплатно. Будет организована бесплатная доставка сельхозпродукции ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Во время ярмарки планируется проведение различных праздничных мероприятий, выступления народных коллективов и конкурсов с призами. Арт-ландшафт для детей и взрослых. В столичном конкурсе на лучший природный дизайн принимают участие городские школы и детские сады. Увидеть своими глазами садик мечты отправилась и наша съемочная группа. Это похоже на небольшой оазис среди городской суеты. На входе гостей встречает яблоневый сад и небольшой огород. Здесь выращивают овощи. Правда, только в декоративных и ознакомительных целях. На кухне их не используют. Территория садика больше гектара и здесь множество тематических площадок. Как говорят воспитатели, родители с детьми по вечерам частенько возвращаются сюда гулять. В этом году мы снова принимаем участие в городском конкурсе «Арт-ландшафт». По итогам прошлого года мы стали обладателями гранта, заняли первое место и получили 50 тысяч рублей. В результате мы оснастили физкультурную площадку пяти тренажерами. В этом году мы также подали документы на республиканский городской уровень. Все площадки сделаны руками работников садика и родителей. По мнению воспитателей, такая обстановка благоприятно сказывается на самочувствии детей. Мельница, колодец, огород – все это создает уютную деревенскую атмосферу. Приятно, что люди прилагают столько усилий, чтобы у детей в памяти остались не только манная каша и тихий час. В Чувашии намерены создать все условия для любителей бочи. Такое заявление сделал министр физической культуры и спорта Сергей Мельников на пресс-конференции. Команда Чувашии по бочи впервые заявила о себе на проходящие в эти дни в Чебоксарах второй спортыкиаде инвалидов. Материальная база для этого вида спорта в республике уже создана. Соревнования можно проводить на любом столичном стадионе. В ближайшее время необходимо решить вопрос с тренерами. Специалисты у нас, это можно шире говорить, не только и в параллельмийском спорте, но и в спорте среди здоровых спортсменов. Конечно, мы ощущаем дефицит и нехватку. К сожалению, молодежь не очень охотно идет в профессию. А с инвалидами это порой довольно тяжелее здесь своя специфика работать. И, конечно же, вот эту проблему мы стараемся решать, хотя подвижки есть. И еще о спорте. Завтра в Пекине стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Российскую сборную представят 71 спортсмен, в числе которых 4 представителя Чувашской республики. Анжелика Сидорова, прыжки в высоту в шестом, Алина Прокопьева, марафон, Вера Ребрик, метание копья и Александр Ергунькин, спортивная ходьба. Первой выступит Анжелика Сидорова. Для нее соревнования начнутся 26 августа в 14.00 по Москве. 29 августа в 2.30 на старт выйдет Александр Ергунькин. А в заключительный день соревнований в борьбу за медали вступят Алина Прокопьева и Вера Ребрик. Их выступления начнутся в 2.30 и 13.45 соответственно. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин